Приветствую всех любителей культурного досуга. Именно для вас сегодня очередной выпуск видео афиши Тикитон Лайф. Как всегда, здесь самые точные цифры кинозборов Казахстана, а также самые вкусные события и премьеры. Меня зовут Виктория Тарагунакова, и сегодня вы узнаете. Дают ли премию Оскар самураям? Что общего между рэпом и поэзией Серебряного века? День какого актера на этой неделе праздновали в Японии? Рейтинг самых успешных событий Казахстана показался мне достаточно оригинальным. На минувших выходных казахстанцы активно погружались в поэзию, причем самого разного жанра. Перевес поэтической стихии в первую очередь задал Сергей Безруков в своем спектакле «Хулиган». Кстати, исполнитель роли Сергея Есенина не переменул возможностью посетить Шамбулак, о чем открыто заявил в своем инстаграме. Альтернативой поэзии Серебряного века стало творчество Басты. Совершенно иное измерение искусства, но насколько востребованное. Он на первом месте нашего рейтинга. На третьей строчке балет «Собор Парижской Богоматери» в Астана-Опера. Если уж мы заговорили о поэзии, то чем танец, не поэзия тела? В десятку недели также попал хоккейный матч Бориса против Акбарса, в котором «Белый зверь» оказался на порядок сильнее, а также состязание с «Ладой», в котором наш клуб также, к сожалению, уступил. Зато сборная Казахстана по футболу заработала очко в копилку на пути к чемпионату мира, сыграв мячью с Румынией. Пятая строка нашего рейтинга. Поговорим о киносборах. Прошлый уикенд – это триумф Тима Бёртона и казахстанского кино. На первом месте – «Дом странных детей» Мисс Перегрин. Премьерная неделя сразу же принесла картине 111 миллионов тенге. В мире фильм заработал 98 миллионов долларов. Как пишут критики, у Бёртона все еще хватает репутации, чтобы тащить проект без Джонни Деппа и большой диснеевской машины. Только вот, чтобы окупить бюджет в 150 миллионов, создателям придется изрядно постараться. Вторая строка. У фильма «Дорога к матери». В картине Акана Сатаева на второй неделе проката удалось заработать вдвое больше премьерных выходных и преодолеть сразу три строчки рейтинга, оставив позади голливудские премьеры. В копилке 48 миллионов тенге и хвалебные отзывы зрителей. Бронза. У мультипликационной картины «Аисты». 47 миллионов тенге киносборов за прошлый уикенд и более 160 в общей сумме. В мире картина студии Pixar заработала 56 миллионов долларов. Примечательно, что самый успешный рынок – Китай, откуда пришла примерно четверть собранной суммы. В целом, картина киносборов представлена заседающими третью и даже четвертую недели проката голливудскими фильмами «Бриджит Джонс», «Чудо на годзоне» и «Нерф». Премьером прошлой недели «Держи удар детка» и «Коллектор» достались только десятая и двенадцатая строчки соответственно. Надеемся, что премьерам будущей недели повезет куда больше. Главный герой ожидаемой премьеры будущей недели – однозначно голливудская звезда. Интересно, что он запрещает использовать свой образ в различных фигурках, а также в видеоиграх. Но тем не менее, абсолютно не против того, что с 2006 года в Японии 10 октября названо в его честь. Все потому, что этот актер чаще других западных артистов посещал данную страну. Еще не догадались, кто это? Герой нашего нового фильма – Том Круз. Скажу сразу, что хоть я и не слишком симпатизирую этому актеру как человеку, но безусловно уважаю за несколько киноработ, одна из которых – Джек Ричер. Из Круза получился неплохой, брутальный герой, прямо как в старые добрые времена. И это дало право запустить очередную франшизу под названием «Никогда не возвращайся». Продолжение картин 2012 года основано на 18-й книге серии Джек Ричер американского писателя Ли Чайлда. В основе сюжета – возвращение военного полицейского в отставке в родное подразделение после долгой передышки. У него есть еще и стимул для этого, ведь там работает Сьюзан Тернер. Последний раз она ему очень сильно помогла. Но по возвращению Джеку сообщают, что Сьюзан была арестована. Ей инкриминируют получение взятки, а самого главного героя обвиняют в убийстве мальчика. Случайности не случайны, и потому впереди новое расследование неприятности и приключения. Людей Ричард. Ты труп. Думаете, вам закон не писан? Но я не судья. Так что начинайте бежать, а я начну охотиться. И когда найду, убью вас всех. Переходя к следующей премьере, стоит сказать, я очень люблю мультфильмы, потому что для них не существует гранит, и визуализация фантазии авторов может быть просто бесконечной. На старте четвертая по счету полнометражная картина киностудии Лайка, однажды подарившая нам мрачную, мистически завораживающую и пропитанную духом 90-х Каролину, а также красочный и вполне себе изящный труп невесты, кроме того, неоднозначного паранормана. Название новой картины – Кубо «Легенда о самураи», и ему пророчат номинацию на премию «Оскар» будущего года. Главный герой мультфильма – японский мальчик, воспитанный на рассказах о подвигах своего великого отца. Одаренный живым воображением, Кубо умудряется оживлять придуманные им рассказы и не придает своему таланту особого значения до того момента, пока не пробудились могущественные силы зла. Вся красота картины не только в великолепной визуализации, но и в продуманной подаче информации настолько, что практически за каждым из персонажей остается загадка даже по окончании просмотра. Способствует этому и хорошо переданная природная восточная сдержанность в эмоциях у персонажей, которая дает возможность вдоволь порассуждать о том, какие они на самом деле там, внутри. Невероятно чарующий у режиссера Трэвиса Найта и сам японский мир, наполненный красивой мистикой, волшебством, верой в духов, мифами и легендами. Картина пробуждает желание узнать о них как можно больше, что вдвойне ценно для мультфильма, снятого американцами. Каждому моему слову. Не зли обезьяну. Встречал такой символ? Конечно. Просто невероятно. Выходит, ты сын моего господина. Отныне я буду сопровождать тебя. Ты кем себя возомнил? Стрельба из лука как-то не особо... ...впечатляет. Впервые держу в руках эту штуку. В преддверии выходных стоит подумать о проведении досуга. И, пожалуй, самым замечательным вариантом проведения вечера будет вечер в компании звезд эстрады. На этой неделе целых 10 вокально одаренных красивых мужчин под предводительством Михаила Турецкого выступят на сценах Алматы, Астаны и Караганды. Вся палитра мужских певческих голосов от баса Профунда до тенора Альтина исполнят известнейшие композиции и расскажут историю и 25-летней дружбы, и общей любви к музыке. Не дождешься, черный ворон, я нет вновь... Среди самых ожидаемых событий стоит также отметить предстоящий концерт, посвященный десятилетию Дворца мира и согласия в городе Астана. В нем примет участие замечательная группа «Пицца», а сам концерт состоится 14 октября уже завтра. Кроме того, буквально через пару недель в городе Алматы состоится творческий вечер Сергея Лукьяненко, писателя-фантаста, выходца из Казахстана и врача-психиатра по совместительству. В десятку нашего рейтинга также вошли концерты Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева и ночных снайперов, юбилейный концерт группы «Ринга», а также выступления Тимати, которые состоятся в декабре. Теперь, когда мы знаем, как проведем долгожданные и редкие часы досуга, самое время узнать, кто же пойдет в кино вместе с тикетом бесплатно. Победителем нашего еженедельного розыгрыша билетов в кино стал пользователь с именем Талгат Салыков. Поздравляем и желаем приятного просмотра! Если вы, как и Талгат, хотите стать участником розыгрыша будущей недели, пожалуйста, делитесь данным видео у себя на страничках в социальных сетях, а также подписывайтесь на наши официальные паблики. А если сегодняшнее видео оказалось для вас еще и полезным, пожалуйста, ставьте лайки. У меня на этом все. Я желаю вам приятного досуга. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok